Телеканал ДНТВ представляет Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Встреча со звёздами» и с вами её ведущий, певец и продюсер Денис Варфоломеев. Гости моего сегодняшнего эфира – поэтесса, композитор, певица, лауреат многочисленных музыкальных конкурсов авторской песни Анастасия Першина-Жара. Настя, привет! Я рад тебя видеть сегодня в нашей студии. Как ты думаешь, правильно или название мы выбрали для нашей передачи? Привет, Денис! Я думаю, что всё замечательно, потому что у тебя, как я заметила постоянно, снимаются передачи «Звёзды». Поэтому, так как я восходящая звезда, это будет актуально на сегодняшний день. Вот ты знаешь, я тоже так думаю, потому что любой участник, он уже является звездой, который приходит сегодня в студию, потому что у него есть возможность о чём рассказать, показать какие-то свои музыкальные подарки, да, как вот ты сегодня пришла сегодня не с пустыми руками. Но давай поговорим вначале о тебе. Что побудило тебя заняться музыкой? Вообще, моё творчество началось, наверное, с моего рождения. Когда я родилась, я напевала замечательную такую фразу «Кая-кая», и мама, пока меня укачивала в постельке, я засыпала под эти слова и просыпалась. Затем, что интересно, я поступила всё-таки в музыкальную школу, когда мне было 5-6 лет, то есть я была на подготовительных курсах музыкальной школы, и привело меня всё это к дальнейшему занятию творчеством. В музыкальную школу я попала благодаря прекрасному моменту, когда мама привела в гости меня к своей подруге. У неё был замечательный сыночек, который играл на фортепиано. И я увидела замечательный инструмент и решила попробовать на нём что-то сыграть, что-то изобразить. Но, конечно, сразу у меня это не получилось, но нажать несколько клавиш и почувствовать этот звук всё-таки удалось. Поэтому я сказала маме такие фразы «Мама, я хочу играть на фоно». И вот с этого момента я стала играть на фортепиано. Мама у меня устроила музыкальную школу. И моё творчество пошло вперёд. Но помимо того, что ты ещё музыкант и певица, ты ещё и поэтесса. Расскажи, пожалуйста, как вот ты написала своё самое первое стихотворение, и что вдохновило тебя на создание стиха? Первое стихотворение я тоже написала в школе, где-то лет 12, своему любимому парню, который приходил к нам в гости. Он был другом моего брата. То есть он тебя вдохновил? Да, вдохновил написать первое стихотворение. Я Артуру, первому молодому человеку, своему учащему в школе, посвятила стихотворение «Царевна Будор». И я себя так впечатлилась на сказках, и я написала это стихотворение. И аккуратно свернула свёрточек и положила ему, ну, даже не положила, наверное, положила в руку. Да, вот так. И сказала, это тебе подарок. И вот с этого момента я начала писать фихи. Затем развивалась в творчестве, играла на гитаре. Потому что музыкальную я школу закончила сначала по классу фортепиано. Затем я отучилась по классу гитары экстерном за два года быстренько. И уже, будучи гитаристкой, я продолжила писать не только стихи, но и сочинять музыку под гитару. И у меня были произведения, вот первые, портфортепиано и под гитару. Затем я стала выходить в творчество, в свет, с гитарой. И это всё привело к бардовской жизни. Ну, прекрасно, что любовь вдохновляет. Это такое прекрасное чувство, которое даёт возможность творить. А вот скажи, пожалуйста, у тебя семья творческая или нет? Мама при своей жизни, сейчас, к сожалению, у меня её нету, она писала стихи. Так что можно сказать, что семья творческая. Замечательные стихи отразились в моём замечательном детском альбоме для фотографий. У меня до сих пор хранится этот альбом. Также были стихи написаны в нескольких экземплярах, в своих тетрадках. Я их бережно хранила и сейчас продолжаю хранить. И творчество передалось мне по наследству. Я слушала, наверное, её читала, её стихи. И вдохновлялась на поэзию. И таким образом я пришла в поэзию и в музыку. Музыку меня также вдохновила моя замечательная учительница Неливан Назарьянс по фортепиано. Она вдохновила меня уметь стараться, трудиться и отдаваться полностью музыке. И таким образом я стала продолжать её не только на фортепиано, но и в карьере певицы. Я также стала усиленно стараться петь и нравиться публике. Но также меня гитара вдохновила на общение с людьми. Чем больше я играла на гитаре, тем больше я хотела подарить счастье, радость людям, принести какое-то взаимопонимание на сцене. Потому что гитара способствует общению. Сначала начинается с маленького круга и переходит уже дальше на большую сцену, на большое творчество. И таким образом мы уже полями на расстоянии общаемся друг с другом. И вот это давало мне подъём в жизни. Ну, творческого человека сразу видно. И не случайно то, что тебе твой талант передался с молоком матери. Я знаю, что ты выступала на студии «Ночное такси» в Санкт-Петербурге. Как ты попала на этот проект и что дало тебе возможность в плане развития на такой большой профессиональной сцене? Как я попала? Попала я познакомилась с замечательным арт-директором Владимиром Полянским. И он занялся плодотворно подготовкой к различным проектам музыкальным, в том числе и к ночному такси. Он заметил, что в Санкт-Петербурге будет проходить замечательный концерт. И пригласил меня именно в Санкт-Петербург съездить на ночное такси. А тут я решила подготовиться. Ездила к нему, занималась вокалом. Также он первый раз в жизни, этот человечек, именно он вдохновил меня на правильно позиционировать себя на сцене. То есть я уже плодотворно занималась, как вести себя на сцене. Вот он мне преподнес вот такую науку. И я уже смело пришла на сцену и прошлась. Это твое первое выступление? Это первое выступление именно на большой сцене. Почему мы готовились так плодотворно? Потому что я очень боялась большой сцены. А до этого ты не выступала? Я выступала на различных небольших сценах. Уже была как бардом. Заслуженным бардом России уже стала. С Валентиной Терешковой тогда познакомилась в замечательном городе космонавтов в звездном городке. И выступала в других городах. Города это были Серпухов, Пущино, Протвино, Аболенское. И вот я как ездила по городам России, да, я уже гастронировала. Была активная гастрольная жизнь. Да, но такой 15 метров сцены, да, вот большой сцены при большом скоплении не было. Сцены были даже когда большие. Мы собирались больше, то есть исполняли в большом составе, поэтому мне как-то было не очень боясно. И потом, когда гитара висит, она немножечко как-то эмоционально меня подбадривала. А тут у меня нет ничего, кроме моего замечательного микрофона и голоса. Поэтому здесь, когда я уже пришла в попсу, то мне немножечко стало тяжеловато перестраиваться. Но мне сейчас легко и там, и там. А изначально, когда я пришла в это творчество, мне, конечно, было страшно большого скопления людей. Это у каждого человека есть какое-то психологическое переживание. Но у кого-то оно больше, у кого-то меньше. А здесь произошло раскрепощение на этой сцене. И после вот этого ночного такси я уже дальше выступала. Мне было намного проще, намного легче. Мне сказали, что я очень сильно изменилась. И я уже все легче и легче чувствовала себя на сцене. Ну что ж, дорогие друзья, звучит песня в исполнении Анастасии Першиной «Мир, в котором я живу». Смотрим. Добрый вечер, Питер! В этом мире нет чудес. Все совершается, как надо. Над землю льется свет с небес. И ангелы летают рядом. Этот мир для влюбленных. Этот мир, где я и ты. Этот мир для худых и полных. Этот мир, где счастлив ты. Мир, в котором я живу. Мир, в котором я живу. Он наполнен счастьем и любовью. Мир, который я люблю. Мир, который я люблю. Мир, где нету тишины и покоя. Пусть же счастье не покинет. Навсегда оставшись с нами. Добротою нас наполнит. Чтоб дарить смогли мы сами. Этот мир для влюбленных. Этот мир, где я и ты. Этот мир для худых и полных. Этот мир, где счастлив ты. Мир, в котором я живу. Мир, в котором я живу. Он наполнен счастьем и любовью. Мир, который я люблю. Мир, который я люблю. Мир, где нету тишины и покоя. Мир, в котором я живу. Мир, в котором я живу. Он наполнен счастьем и любовью. Мир, который я люблю. Мир, который я люблю. Мир, где нету тишины и покоя. Мир, в котором я живу. 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 Расскажи, пожалуйста, об этой песне. Как ты ее написала? Это же ведь твои музыка и слова. Да, это совершенно моя песня. Мир, в котором я живу. Музыка мне принадлежит. Слова мне принадлежат. Написала я очень легко. Жила я в городе Пущино. Выходиться я из города Пущино. И на седьмом этаже, это как небоскреб для меня было, я выхожу на балкон, и у нас летают замечательные самолеты, постоянно люди ходят, постоянно живая аудитория внизу. И вот смотришь на этот город, мир, в котором я живу. И вот я на балконе впечатлилась о этом мире, о мире красоты и прекрас. А также я выходила во двор, также впечатлялась. И, наверное, как-то интересно, у меня в лесу на пенечке сложилось вот такое прекрасное творческое настроение. И я написала мир, в котором я живу, эту песенку. Ну и не случайно, теперь эта песня пользуется популярностью на многих радиостанциях, на многих телеканалах. Расскажи, пожалуйста, на каких ты уже радио и телевидении побывала с этой песней? С этой песней я была на радио, не русское радио, на смуз радио и телевидении ЛДПР. Уже достаточно такой большой, да, объем? Ну, объем – это то, что в Москве. А также раньше я, как говорилось, позиционирую себя в качестве парда и выступала уже в других городах. Там тоже свои проходили новостные съемки, в основном меня снимали в новостях. И на передачу я особо не хотела, но в основном снималась на различных сценах, в новостных каналах, различных городов. Давай поговорим теперь о твоих пристрастиях. Вот какие пристрастия есть у тебя? Пристрастия. Ну, вообще-то пристрастия у меня по жизни были различными. Значит, я как творческая личность рассматривала себя в гимнастике. Это начиналось в детстве, до школьной скамьи. Меня мама дала в спортивную школу. И дошло до того, что я стала, соответственно, ходить на соревнования. Да, соревнования ходить и заслуживала места по гимнастике на различных площадках, а также выступала в детстве. И также по плаванию заслуживала места, плавала за школу свою. У нас в городе, в городе Серпухове выступала тоже, как человек, занимающийся еще дополнительно плаванием. В школе я развивалась замечательно, ходила как в творческие кружки. Когда я стала бардом, я выступала, соответственно, в школе, в КВНах различных, вела мероприятия. У меня было толпы поклонников. Были многие мои одноклассники, чуть младше, чуть старше, подбегали ко мне, просили автограф. Все начиналось вот с этого. А дальше я все как бард, как бард развивалась. И что интересно, что в 2013 году я переехала очень резко в Москву. Этому сопутствовал замечательный мой друг, на нем в 2018 году, 12 июня, он, к сожалению, умер, Анвард Леубертин. Вот был солист группы «Левостороннего движения». Друг моей замечательной подруги Оксаны Сафоновой, которая меня с ним познакомила, и свела нас на концерте. Концерт был «Барды против попсы». Вот с этого момента началась моя замечательная творческая жизнь в попсе. Не только как барда, но и попсовика, потому что замечательный друг Анвард Леубертин способствовал переходу плавному к попсе. Он пригласил меня попробовать в Москве заняться попсой. И вот я как раз попробовала. И с этим тоже получилось. У тебя неплохо получается, ты делаешь свои достижения. Вот я тоже слежу за твоим творчеством, ты растешь активно, ты молодец. Еще смею напомнить, что я в своей жизни успела заняться и роком, поэтому я начала это все в городе Пущино. У нас собиралась небольшая группа из трех человек и два гитариста, соответственно, бас-гитариста, замечательный мой друг со школьной скамьи, он был преподавателем по гитаре, Демьянов Вадим, мой замечательный человек Алексей Лазарев и я как певица. Вот. У нас была установка, соответственно, где ритм установка, чтобы не использовать живые барабаны. Вот. И, соответственно, мы исполняли рукавые композиции вместе. Я исполняла и песни Лазару Алексея, он писал замечательные рукавые композиции, и свои песни тоже вперемешку под гитару. Мы их переписывали в рук, у меня есть замечательная рок-н-ролльная композиция «Я хочу бежать по свету», я ее тоже написала дома в городе Пущино, вот, пустила ее в свет. Также есть замечательная композиция у меня «Когда я плачу, плачу небо». Эта композиция начинала с рока жить, затем ее переделали в попсоклубную такую ритмическую, ритмичную композицию. А в каком жанре вот проще работать, в роке или в попсе? Мне сейчас проще в том жанре, но так как я попробовала рок и попсу, я решила соединить эти необыкновенные жанры, потому что мне показалось это необычной изюминкой. И я теперь певица в роке и попсе, рок-н-поп певица. И начинаются мои концерты с рока и заканчиваются попсой. И еще один момент, то есть, что сейчас привнес свою лепту в рок, замечательный творческий человек, композитор, это Витас Норкус. Он свои композиции роковые преподнес мне в мое творчество. И я на его музыку решила положить стихи, свою мелодию использовать и свой голос. И ему это очень понравилось, и он решил мне отдавать свое творчество в исполнение. Поэтому мы объединили наше творчество и получили замечательные песни. И многие другие композиции, я думаю, вы можете их найти замечательно на сайте у меня ВКонтакте, на моей страничке Настя Жара в скобочках Першина. Там будет вся реклама обозначена и также мои произведения. И заходите в гости на страничку к Анастасии и все творчество увидите и послушаете. А есть личный свой официальный сайт? Оно, я думаю, что в ближайшем будущем подготовим этот сайт. Ну да, потому что сайт любого музыканта, любого артиста, это как домик, да, на котором находится вся информация, биография, песни, творчество. Я думаю, что в инстаграме можно будет с вами тоже пообщаться. Да, сейчас очень популярный сервис инстаграм, вот как ты его ведешь? Вот, все готовится. Я думаю, очень скоро будет все выкладываться. Пока сейчас еще недостаточно, просто мне посоветовали. То есть пока все на стадии? Да, все на стадии, потому что мне совсем недавно только посоветовали, что инстаграм все-таки необходим. А я как творческий человек за этим не уследила, потому что я решила, что моей замечательной странички для общения этого достаточно, но люди захотели видеть меня в инстаграме. Часто общаешься вообще со своими поклонниками, друзьями, фанатами? Ну, поскольку получается, я достаточно часто захожу в ВКонтакт. Еще у меня есть страничка в Фейсбуке, вот я там тоже бываю, как Анастасия Першина, вот, и ВКонтакте, как Настя Жара в скобочках Першина. Я просто себя так обозвала, потому что изначально я как Барт выступала, как Анастасия Першина, потом некоторое время в попсе меня люди видели, как Настю Жару. Сейчас у меня вот предыдущий арт-директор тоже решил, попросил меня изменить свое имя и сделать его полным. Анастасия Першина, но я решила оставить вот Жару, для того, чтобы показать, что творчество началось у меня с приезда в Москву, а все-таки псевдоним мне дал Анвар Трилбертин, Жара. Вот, и это кусочек моей жизни, то есть я вошла в творчество с этим псевдонимом, вот, и поэтому я его сохраняю пожизненно, вот, в своем имени. Ну, а все-таки в каком жанре вот тебя больше воспринимает публика? В популярной музыке или в рок? В роке и попсе. Я объединила, потому что нет такого разграничения. То есть нет такого, да, чтобы где-то больше тебя любили, где-то меньше, потому что рок это же насколько сложная музыка. Да, Денис, совершенно верно. Но дело в том, что я свои концерты веду параллельно, вот, совместные, да, часть рока, часть попсы. Я делаю их универсальными. Но если вот какие-то бывают роковые композиции, меня же видят на сцене только рокеры, да. Я вот приехала, я исполнила свои роковые композиции и, соответственно, уезжают тоже рокеры. Если я приехала в группу, где поют только попсовые композиции, ну, бывают такие вот, ну, нельзя там спеть рок, тогда я, соответственно, исполняю только попсовые композиции, вот, в некоторых, на некоторых площадочках. И тоже меня запоминают так. Хотя, в принципе, основная часть вот моих концертов строится на роке и попсе. Я специально их делаю для того, чтобы это была моя изюминка. Давай поговорим немножко о личном. Расскажи, пожалуйста, о своих достоинствах и недостатках в жизни. Что ты считаешь самым таким достоинством? Да, это я не скрываю. Это все могут видеть. Мои тревожные волнения, наверное, переживания. От чего я могу, если я... Я очень сильно все воспринимаю близко к сердцу, поэтому мои переживания можно сразу увидеть. Это, наверное, такой самый большой недостаток, потому что я сильно-сильно очень воспринимаю все. Для творческого человека, мне кажется, это наоборот вполне так свойственно, потому что творческие люди всегда переживают все на сцене, в своем творчестве, в своих песнях, стихах. И вот как раз ты и выражаешь таким образом свой талант, мысли, чувства и мысли. Это может являться продолжателем творческим, а также может немножечко волновать или в чем-то мешать сосредоточиться для подготовки. Но это опять же какое-то... Все равно я стараюсь уходить от волнения и переходить в позитивное состояние. Я себя стараюсь все-таки, Настя, вот, сверись. И уже, когда я выхожу на сцену, уже все подготовила, уже все нормально, я уже спокойно себя чувствую. А без публики я жить не могу. То есть я радуюсь, как можно сказать, любимым своим поклонникам, свое творчество дарю. То есть я радуюсь им, что они пришли ко мне, они радуются мне. И вот здесь у меня уже волнение пропадает. Я увидела их на сцене, и мне хорошо. Вот это тоже очень хорошее состояние. Они мне помогают тоже настроиться на позитивный лад. В твоем окружении очень много творческих людей, талантливых артистов, да? И вот пишешь ли ты им песни на заказ? Обращаются ли к тебе? Если да, то на каких условиях с тобой можно посотрудничать? И сколько это стоит? Ага, интересно. Я, конечно, пишу свои стихи, но у меня были моменты, когда меня просили действительно написать на заказ. И я не назначала никакой цены, но мне просто одна из групп просила написать стихи на заказ. И сами выставили цену 30 тысяч рублей. Я просто была в шоке. Я говорю, как же так? То есть сами тебе и назначили? Да, сами назначили, потому что я абсолютно не занималась таким, чтобы стихи писать на продажу. Мне это не было интересно, потому что я творческая личность. Я пишу для себя, для выступлений, для людей. И я никогда не брала за это никаких гонораров. И вдруг у меня стали просить, давайте, давайте. Вот я несколько своих стихов позиционировала так. И мне вот просто люди, люди захотели мне заплатить. Ну, а вот хотелось бы тебе в дальнейшем, вот в будущем, может быть, поработать в этом направлении? Именно написать какому-то артисту песню или музыку? Это всё, всё возможно. Я, как всегда говорю, всё возможно. Захотят, понравится им творчество моё, мне понравится их жанр там. Захочется написать, сойдёмся во мнение, обязательно напишу. О чём твои песни? А все песни строятся на сугубо любовной лирике. Она прослеживается от и до в мире, в котором я живу, да, вот как я уже сказала, да? О людях моей песни, о творчестве, о матери, о семейном счастье, о детях, обо всём. То есть я пишу о любви в каждой социальной, экономической и составляющей сферы. Везде, вот везде прослеживается любовь, поэтому она в стихах у меня отражается. Это не только вот как вот я люблю, да, вот мужчину, а я люблю мир, люблю искусство, люблю людей. Поэтому эта любовь прослеживается от и до во всех сферах жизнедеятельности, вот в моих стихах. Ну, я знаю, что у тебя есть ещё один музыкальный подарок для наших телезрителей, да? Это видео, которое было снято вот совсем недавно, да, в канун Нового года. Расскажи об этой песне и представь нашим телезрителям. Здесь в основном всё вот, я услышала эту музыку, и я вот говорю, вот эти вот стихи, которые я вот написала, я хочу положить вот на эту песню, потому что я почувствовала, что это вот о чувствах. И наша любовь – это дым, который уже наоборот здесь, о чувствах негативных друг друга, то, что как девушка перестрадала о несчастной любви, и как она растворилась, как дым. Вот здесь я тоже положила стихи на эту музыку. Не бойся, это дым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Какую роль сыграли люди из твоего окружения на твой профессиональный карьерный рост? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я бы сказала, прежде всего, это касается все-таки первого человека, которому меня ввел в жизнь, вот эту творческую, все-таки, наверное, Анвар Тлюбердин. Один из тех, который меня действительно вывел в творчество, иначе бы я не появилась в столице, иначе бы я не запела на большой сцене, он способствовал именно этому продвижению, как явилась основой, наверное, для новой творческой жизни. Николай Векшин, вот я не сказала, что он бард России тоже сыграл огромную роль, он является моим замечательнейшим другом, и провел меня по самой большой, можно сказать, площадке, потому что я здесь испытала огромное удовольствие стать даже бардом России в современности, вот, и увидеться с такой замечательной женщиной-космонавтом, как Валентиной Терешковой, и другими космонавтами, а также повидаться, повидать многих знаменитостей на больших сценах бардовского направления. Вот, это привело меня к торжественному моменту назначению меня в бардом России, а также я потихонечку, так как вот Анвар все-таки перевел меня в эту сферу шоу-бизнеса, я дальше продолжила уже также и с Владимиром Полянским, моим арт-директором, в будущем заниматься творчеством, он тоже огромный вклад вел, наверное, в мое внутреннее и внешнее раскрепощение на сцене, на больших, да, и далее Витас Норкус вложил толечку своего замечательного искусства в творчество, касающееся рока, и совмещение рока и папсы. Можно ли тебя назвать альтруистом? Альтруист, ну, человек, который живет для людей, который живет людьми, даже переступая свои, наверное, чувства и уходя вот, растворяясь в людях, да, но я бы сказала, отчасти может быть, но только жить предпочтением людей я, наверное, бы не стала. Почему? Потому что все-таки должно быть какой-то я, какая-то изюминька у каждого творческого человека. Нельзя раствориться в людях на 100%, потому что нужно иметь какое-то свое начало. Но в творческой жизни, я бы сказала, вот все-таки свой стержень, который дает возможности излиться тому или иному искусству. Вот, например, как рокерши и попсовика. Некоторые люди говорят, что я, почему же я перехожу из одной сферы в другую, то, что зачем я бросила бардовское направление, ушла, например, попсу или в рук. Нет, на самом деле, это все происходило у меня постепенно, потому что я была как бард, тому способствовало, чтобы я занялась роком. Меня окружала моя жизнь, мое творчество. Один из гражданских супругов у меня занимался именно роком. И это дало возможность мне лучше прочувствовать рок. И даже вот в начале, где-то в 18 лет тоже на рок-концертах я выступала. И в 19, и в 20. И это дало мне возможность раскрыться как рокерша. Дальше, вот, случай с Анварн Клюпертином, он дал мне возможность раскрыться как попсовику. Но все-таки у меня есть, это не совсем плавающий момент, потому что в итоге я объединилась в одном жанре рок-н-поп, потому что этот большой жанр, который переходит от рока до попсы. Для чего я этот жанр придерживаю? Вот у нас есть замечательное направление с Витасом Норкуса. Вот он и выступал, например, в Лос-Анджелесе со своими большими концертами. И это привело к тому, что сыграли в Лос-Анджелесе, также в Нью-Йорке дали концерты, знаменитые гитаристы Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Его творчество восприняли на ура, и там еще были балет российские, наши русские дамы выступали. Так вот, он решил со мной тоже, объединившись, дать замечательный большой концерт, но, возможно, теперь не рок-балет, а, может быть, балет, если будет только современные танцы, а, скорее всего, в роке и в попсе организовать большой концерт, для того, чтобы люди увидели вот этот переход творческий, с многогранным позиционированием его на сцене, с большим выступлением, чтобы много было различных костюмов, нарядов, чтобы можно было перевоплощаться. То есть, сделать такое масштабное шоу. Да, масштабное шоу, и переход сначала, вот идет рок мощный, и в дальнейшем завершается это все замечательным поапсой, танцами и взрывом эмоций. Это необходимо для того, чтобы люди, наконец, увидели вот эту мощность, эту мощную такую составляющую, чтобы они могли лучше насладиться, расслабиться. Ведь многогранность творчества в одном большом концерте дает выхлоп. Выхлоп эмоций и выхлоп, соответственно, как для творческого человека, так же для тех, кто слушает зрительского зала. Это очень большие эмоции, переживания. На это, собственно говоря, и покупаются билеты нашими поклонниками для того, чтобы получить максимально большие эмоции. Ну, смотри, вот жизнь артиста, да, несомненно, связана с благотворительностью. Как ты относишься к благотворительности? Благотворительности? Сейчас объясню. Я очень положительно отношусь к благотворительности. У нас в городе Пущино очень часто, в связи с тем, что очень много деточек, к сожалению, к сожалению, инвалидов проживают в городе Пущино. И соцзащита часто устраивала благодарительные концерты. На одном из замечательных концертов города Пущино я даже умудрилась, познакомившись, стать замечательной подружкой и такой прекрасной мировой звезде, как Ольге Лехман-Балашовой. Мы с ней до сих пор замечательные подруги. Она у нас оперная певица мирового масштаба. И она моя лучшая подруга. Почему так сложилось? Вот мы на благотворительном концерте познакомились с ней, давали его в честь замечательных деток-инвалидов, а также и пенсионеры там присутствовали, давали этот замечательнейший концерт и подружились. Вместе познакомились и подружились. Так что благотворительные концерты дают иногда замечательные знакомства, перетекающие в дружбу. Поэтому не стесняйтесь делать благотворительные концерты. Благотворительные акции. Да, вообще это очень относится не только с пониманием, но очень рады видеть. И, наверное, это стойка общества еще больше даже рада видеть знаменитостей, чем даже просто обычный человек. Он пришел с обычными переживаниями, в захлеб и радуется. Но что происходит с людьми, которые не могут посетить данный концерт, они испытывают в десятки или в миллионы раз вот ощущений больше. И они с большей отдачей вам дарят свои эмоции. Поэтому я считаю, что благотворительные концерты, они нужны. А вот в свободное от концертов время чем занимаешься? Ну, чем я люблю заниматься? Я люблю заниматься... Готовить любишь? Знаешь, я не очень люблю готовить, я тебе по секрету скажу, мне это не очень нравится. Вот, но бывает. Бывает, когда на меня находит какое-то желание, я что-то бывает такое создам, сотворю даже сама. Не понимаю, почему так получилось. Кусно и хорошо. Вот бывает. Например, у меня замечательный... У меня замечательный есть пирог-вулкан. Я делаю его из творога. Какой-нибудь, может, шоу-программе, я обязательно поделюсь своим рецептом. Так что можете звать на какую-нибудь кулинарную программу. Вот, этот пирог у меня состоит из творога, куржики и, соответственно, замечательного варенья. Обычно я использую либо черничные, либо смородиновые. Да. И я знаю, что ты написала книгу «Гендерная политика для современной женщины». Вот расскажи, о чем она? Данная книга олицетворяет женщину во всех сферах жизнедеятельности. Написана «Гендерная политика для современной женщины». Я сейчас покажу ее, чтобы ее показали крупным планом. Эта книга написана в 13-м году по теме диссертации. Так как я писала диссертацию на тему «Место и роль женщины в политическом процессе современной России». Я училась на кандидата политических наук. И имеется несколько также статей. Одна из статей была написана в сборнике «Ориентир». И здесь о женщинах в регионах написано, о современных дамах в регионах России. И все-таки данная книга «Гендерная политика для современной России» женщины собирают в себя несколько составляющих. Изначально я описываю женщин в революционной России, как она соответственно себя могла позиционировать. Затем идет все-таки момент перехода женщин в регионах и женщины в социальном, экономическом составляющем и в политике. Каждую по чуть-чуть я рассказала. Коснусь также замечательного семейного у нас уровня. Что здесь самое главное? Самое главное то, что идет разделение прав между женщиной и мужчиной так же и в семье. То есть декретный отпуск, как мы все уже знаем, кто занимался изучением законодательства, можно делить его между мужчиной и женщиной. То есть например половину декретного отпуска может взять себе женщина, половина декретного отпуска может взять себе мужчина. Это интересно. Это можно очень легко сделать, законодательное разрешено, женщина устала сидеть с ребенком, она взяла... Женщина устала сидеть с ребенком, пошла на работу, я оставила мужа собирать вот эти замечательные денежки, как говорится, пособия на ребенка, детские, декретные, отпускные, можно сказать, вы зарабатываете с ребенком. То есть, ему дать возможность прочувствовать семейную жизнь. Я вот это вот хочу затронуть, что женщина и мужчина на равном уровне могут почувствовать себя папой и мамой. Вообще это хорошо, потому что каждый может испытать и отдых, и трудности на работе, и отдых, и трудности с ребенком. То есть, в период развития малыша, каждому хочется прикоснуться к ребенку, испытать счастье, как и папе, так и маме. Поэтому, я считаю, это замечательное законодательство, которое дает возможность. А также я все-таки рассматривала больше в данной книжке равнозначные отношения. Не просто равноправные, но и равнозначные. Что значит равнозначные отношения? Это когда мужчины и женщины в равных возможностях могут позиционировать себя. В социальной и политической сфере мы все время говорим о соотношении в политике 50 на 50. То есть, 50 женщин, 50 мужчин в процентном соотношении, находящиеся, например, в Госдуме такой же власти. Сейчас в седьмом созыве это ужасно страдает составляющая во многих партиях. А также и в парламенте, и в Совете Федерации, и в Госдуме, в Верхней и Нижней Палатах, в парламенте. А также мы можем проследить это и в администрации, и в социальном кругу. А в социальном – это, опять же, воспитание детей, занимать такие же должности, как, например, детские сады, няни, девушки, юноши. Потому что развитие ребенка все-таки должно происходить, я считаю, при совместном воспитании. Почему? Замечательная должность нянь. Был такой замечательный фильм «Усатый нянь». По этому фильму, это эксклюзив был тогда. Сейчас, я считаю, это можно и нужно вводить как можно часе, чтобы у нас были воспитательные женщины и мужчины. Потому что это замечательно сказывается на детском развитии. То есть дети испытывают мужское и женское воспитание. И они уже прислушиваются лучше к тому и другому полу. И лучше себе выбирают друзей, ведь кому-то больше нравится мужчина, кому-то больше женщина. И тянутся к тому или иному воспитателю. Больше его слушают, убирается вот этот негатив, раздражение. И лучше исполняют воли изъявления воспитателя. То есть более послушные и лучше образовываются. Потом в школах также замечательно, когда ведут уроки и мужчины, и женщины в одном же и том же классе, как можно больше. Мне не очень нравится то, что все-таки с первого по третий класс в основном идет одна учительница. Я считаю, что нужно использовать тоже двойной. Должны быть разные? Да, я считаю, что нужно использовать двоих педагогов. Но дети же привыкают к одному наставнику, и будет сложно перестроиться. Я бы не сказала. Если дать возможность, то, наверное, мне кажется, более плодотворно было бы, например, почему бы не вести. Некоторые уроки ведет один преподаватель в начале класса. Бывает после пятого класса. Это после пятого. А мы говорим об основной. Потому что некоторые детки устают от одного преподавателя, и он наскучит. Или чем-то вдруг пораздражались, преподаватель повысил голос, уже пошло снижение оценок. А тут вдруг второй преподаватель вдохновил, а может быть даже поговорил с ребенком таким образом, что и к предыдущему преподавателю отношение ребенка изменится в положительную сторону. Что я могу сказать, у тебя есть преподавательские наклонности. Почему бы ты не пробовала работать преподавателем? Я работала преподавателем, правда, не музыкальной школы. Я работала преподавателем по политологии, по социологии в Московской станции на пост-университете. Вот, поэтому у меня есть опыт. Я работала уже с большенькими людьми, уже не детишками, уже взрослыми людьми. А воспитатели, ну, наверное, когда у меня был момент, когда я работала няней, но это был момент в моей жизни. Вот тут я отдала все свои чувства маленьким малышам, Михаилу и Александру тоже. А у тебя дети есть? Нет, у меня детей пока нету. Вот, ну, все впереди. В ближайшем будущем, да, все впереди. Но перед началом эфира ты мне раскрыла небольшой секрет, подготовила для меня поэтический подарок. Если я не ошибаюсь, это стихотворение про Дениса. Да, есть такое стихотворение. Вот, интриганка я, да? Ну-ка, ну-ка, да. Давайте я расскажу замечательное стихотворение посвящения Денису. С тобой вместе я как в сказке. Груди твоей хочу прижаться и, искупавшись в твоей ласке, никогда не расставаться. Можешь, ты меня поймешь и каприз ты мой простишь. Пыл мой страстный ты умешь, мое сердце ты услышь. Тебя, Денис, влюбилась с первой нашей встречей. Судьбе я покорилась, жду тебя я вечно. Дениска, Дениска, Денис, я имя твое повторяю, и словно кусочек сахара я на губах твоих таю. Я смотрю в глаза твои, и сердце мое замирает. Твои глаза призывают к любви, и дева юная чувств не скрывает. Вдруг прочтешь ты мысли мои, вдруг остановишь свой взгляд. Услышу твое я признание в любви, со мною остаться будешь ты рад. Вот такое вот есть стихотворение Денис. Очень романтично. Романтичный стихотворение. Ты мне подпишешь книжку по окончанию нашего эфира? Хорошо, обязательно будет и такой подарок. Ну что ж, дорогие телезрители, наша передача подошла к концу. С нами сегодня в студии была замечательная певица, автор, поэтесса, композитор, писательница Анастасия Першина-Жара. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok